Приветствую вас на очередном уроке в тренинг-центре VivaStars. Продолжаем говорить о замечательном сервисе Restream. В этом уроке я расскажу о более тонких настройках этого сервиса, что вы можете и должны настраивать перед тем, как нажимать на кнопку Go Live, то есть начинать свою прямую трансляцию. Показывать буду на своем рабочем аккаунте, пользуюсь для проведения прямых трансляций, все социальные сети, в которые идет одновременно трансляция. Какие настройки вы можете делать? Настройка номер раз. Если вы внимательно смотрели первый ролик, вы уже понимаете, как она работает. Вы можете при необходимости отключать какие-то каналы. Например, я не хочу сейчас вести прямую трансляцию в Одноклассники. Что до этого мне сделать? Щелкнуть на переключатель. Все, Одноклассники отключены от прямых трансляций. Необходимо включить, щелкаем повторно на этот выключатель и будем транслировать в Одноклассники тоже. Если вы хотите вообще удалить этот аккаунт, наводим на строчку с названием нужного канала, появляется значок «Шестеренка». Нажимаем на эту шестеренку, открывается меню из целых двух пунктов. Первый пункт «Настройка», второй пункт «Удаление». Выбираем «Удаление канала» и выбранный канал удаляется у вас из списка. Когда это необходимо делать? Бесплатный тариф «ReStream» позволяет подключить только один аккаунт одной социальной сети. В моем случае только один аккаунт ВКонтакте. Если я захочу подключить к этому профилю «ReStream», например, какой-то другой профиль социальной сети «Одноклассники», для того, чтобы ввести трансляцию в него, на бесплатном тарифе я должен удалить свой профиль Игорь Черноусов, нажать на кнопочку «Добавить канал» и подключить другой аккаунт ВКонтакте. Опять же, в этом аккаунте я должен быть авторизован в данном сервисе. Конечно, если вы проводите прямые трансляции с несколькими людьми, например, вы вдвоем ведете трансляции, очень хорошо одновременно ввести трансляцию в свой профиль в социальной сети ВКонтакте и, естественно, ввести трансляцию в профиль вашего коллеги, кем вы эту трансляцию проводите. Вот одновременно два профиля ВКонтакте на бесплатном тарифе не получится. Вот здесь, конечно, потребуется платный тариф, который, в принципе, относительно недорого стоит. Чтобы его получить, нажимаете на кнопку «Купить». Если возникнут какие-то проблемы с покупкой, всегда можно написать в техподдержку. Техподдержка одна из наиболее качественных. То есть люди однозначно отрабатывают свой хлеб. То есть вам помогут по всем вопросам. Единственное, помните, что техподдержка на рейстриме есть русскоязычная и англоязычная. Ну, сервис-то англоязычный. И если вы напишите, ну, например, после 18 часов по Москве, чаще всего вы наталкиваетесь на англоязычную техподдержку. И здесь либо общаемся через Google Переводчик, либо для тех, кто знает английский, вообще никаких проблем нет. Либо пишем просто заявку, и вам ответит уже техподдержка русскоязычная. Но чаще всего это будет на следующий день. Конечно, покупка платного тарифа нам пригодится для проведения повторных трансляций. То есть трансляций в запись. Потому что на бесплатном тарифе на это накладывается ограничение по длительности записанного видео, которое вы транслируете, как будто бы живое. Что еще вам пригодится делать? Через кнопочку шестеренка, выбрав пункт настройка, вы можете выбирать, куда вы ведете трансляцию. Вам предлагают персональную страничку, либо выбрать ту группу, в которой вы являетесь администратором. Какой критерий выбора, куда транслировать, лучше использовать? Ну, например, в моем случае, у меня достаточно развитая страничка ВКонтакте. У меня там достаточно много друзей. Поэтому мне эффективнее вести трансляцию именно на страничку. Какой-то крутой развитой группы у меня на данный момент нет. И если я буду вести трансляцию в группу, информация об этой трансляции будут видеть только участники группы. И, естественно, люди ко мне в меньшем количестве будут приходить на прямую трансляцию. Но если у вас развитая есть группа, и вы ведете трансляцию, например, прям четко по тематике этой группы, конечно, лучше выбрать место трансляции какая-то группа, в которой вы являетесь администратором. Выбор группы можно производить и для ВКонтакта, и для Одноклассников. А вот для Фейсбука на бесплатном тарифе вы можете вести трансляцию только на свою страничку. То есть, если вы захотите вести трансляцию в какой-то паблик, вам сразу будут предлагать купить платный тариф. Итак, каналы настроены, четко выбрали место, куда мы будем вести трансляцию. Что еще необходимо делать на страничке с каналами? Не забывайте про эту кнопку, которая называется «Описание». Сейчас она выглядит именно так. Нажимаем на кнопочку «Описание» трансляции, и перед нами открывается страница, на которой вы в поле «Титл» придумываете название своей трансляции. Я уже говорил, название трансляции должно быть привлекательным. Я пока напишу свое любимое «Тест». В поле «Описание» вы должны чуть подробнее написать, какие вопросы будут раскрыты в этой трансляции. То есть, чтобы люди понимали, ради чего им нужно тратить свое время, чтобы присутствовать на своей трансляции. Более подробно опишите, о чем ваша трансляция. Так как все-таки сервисом ReStream в первую очередь и в большинстве своем пользуются люди, которые транслируют игрушки, поэтому и большинство платформ связано именно с трансляцией или стримингом игр. Включив эту кнопку, вы можете выбрать игру, которую будете стримить. Это дополнительная информация для любителей этой игры. Но для нас это не актуально. Когда вы заполните поля название и описание, не забывайте нажимать на эту кнопку «Обновить», чтобы во всех ваших каналах произошло обновление названия и описания вашей трансляции. Я вот довольно часто забываю это делать, и у меня трансляция идет с названием «Последний». Пожалуйста, вот с описанием не забывайте. И еще есть одна очень полезная вещь – это социальное оповещение. Конечно, о вашей трансляции оповещает сама социальная сеть, в которой вы ведете трансляцию. Но вы можете это сделать еще и дополнительно от себя. Рестрим позволяет сделать оповещение в три места. Это в Twitter. Очень хорошая социальная сеть. К сожалению, почему-то у нас в России она не так развита. Для того, чтобы сделать оповещение в Twitter, вам необходимо также быть авторизованным в Twitter данном браузере и подключить. То есть нажать на кнопочку «Подключить». Вот у меня Twitter подключен. Также можно подключить свой Facebook аккаунт. Вот он у меня был подключен, сейчас отключился, и нужно переподключить. Если вы пользуетесь таким мессенджером, как Discord, это более продвинутый аналог Skype, скажем так, но в первую очередь им пользуются геймеры, то вы можете еще сделать дополнительную рассылку по Discord. Чтобы сделать оповещение в тексте сообщения, пишите. Приглашаю вас тыдыщ-тыдыщ в такое-то время. Чаще всего оповещение делается за час, за полчаса. Можете делать несколько оповещений, если хотите. Нажимаем на кнопочку «Обновить», и эти сообщения отправляются в ваши социальные сети, профили. Очень хороший инструмент, тоже можно им пользоваться, но, опять же, не злоупотребляйте. То есть люди устали от всякой рекламы. Все нужно делать в разумных пределах. Итак, это вот те необходимые настройки, связанные с описанием, с оповещением, с настройкой ваших каналов, которые необходимо сделать перед прямой трансляцией. Когда все готово, переходим в Live Studio. В настройках еще можно менять микрофон. Можете открыть список и правильно выбрать тот микрофон. По поводу понятных кнопок повторяться не буду. Отключить микрофон, отключить камеру. Это можно делать во время трансляции. Опять же, по поводу понятной кнопки «Поделиться рабочим столом» тоже рассказывать особо нечего. Можно делиться всем экраном, можно делиться каким-то экраном браузера конкретно. Нажимаем на кнопочку «Подключиться» и пошла демонстрация вашего экрана. Нажимаем «Закрыть доступ» и демонстрация закончена. И, конечно, очень хороший инструмент – это приглашать людей на совместную трансляцию. Например, вы хотите провести встречу с лидерами своей структуры, и чтобы вас еще послушали другие члены вашей команды. Комнату свою приглашаете. Тех людей, с которыми вы будете общаться голосом, все остальные будут смотреть вас в своих социальных сетях и задавать вам вопросы, набирая комментарии по трансляции. В окошечке «Старт» вы эти комментарии будете видеть. Как пригласить кого-то на трансляцию? Нажимаем на кнопочку «Пригласить». Копируем вот эту ссылку на приглашение. И, например, эту ссылку отправляем в личном сообщении человеку, которого вы приглашаете. Я, например, взял ее и кинул в наш чат. Вот так вот. Что делает человек, который получает эту ссылку? Я вам сейчас это покажу. Я подключаюсь к своему другому компьютеру. Я открываю наш чат, куда я скидывал ссылку. Приглашенный человек просто кликает по данной ссылке. Ссылка открывается в браузере, который у него установлен по умолчанию. Требуется какое-то время, чтобы Restream получил доступ к вашей веб-камере. Вот сейчас идет запрос. Видите, кружочек тут крутится, загрузка. То есть сейчас Restream пытается обратиться к веб-камере на этом компьютере. То есть нужно просто посидеть, подождать. Доступ практически получен. Но я уже подключался с того компьютера. Но у вас может появиться сообщение, разрешить доступ. Это у меня еще открылась программка, которая настраивает веб-камеру качество. Вот все, сразу же я и подключился. Вот компьютер. Сейчас я включу камеру, чтобы было понятно, что видит человек. И вот смотрите, человек подключился. Что он видит? Он видит автора, ведущего главного. Внизу он видит себя, свою камеру. Вот так отображается. Я сейчас вернусь на свой компьютер. Вот я. А вот человек, который подключился. Вот сейчас попробую попросить кого-нибудь, чтобы тоже в чате прошли посылки. И вы увидите, что здесь вот люди также будут появляться. То есть вот люди, которых вы пригласили. Это я и приглашенный человек. Приглашенный человек также может включать, отключать свою камеру. Вот сейчас я отключу ему камеру. Вот и пропала его камера. Он также может отключать микрофон. Ну то есть чтобы шумы в его комнате никому не мешали. Когда он хочет говорить, он включает свой микрофон, включает свою камеру. У меня пустое место, нет там меня. И начинает говорить. В любой момент человек может выйти из конференции, вот нажав на кнопочку Live, покинуть. И он уйдет. Вот сейчас я и человек. Вот он нажимает Live и уходит из комнаты. Вот ушел. Вот видите, остался я один. Вот так вот очень просто вы можете проводить встречи со своими коллегами. До четырех человек без вопросов вы можете приглашать. Когда все вошли в вашу комнату, вы обговорили, что мы сейчас начинаем. Нажимаете на кнопочку Live, Go Live и пошел эфир. Вас начинают видеть в подключенных вами социальных сетях. Вот такой вот замечательный сервис. Мне он очень нравится. Я им давно пользуюсь. И мне что очень нравится, то что сервис развивается. Вот возможность вести трансляции через веб-камеру у них появилась относительно недавно. Ну где-то несколько месяцев назад. И возможность демонстрации рабочего стола, возможность приглашать. Они вообще появились прям вот, можно сказать, на днях. То есть сервис развивается. И скорее всего, когда вы будете смотреть этот ролик, появятся какие-то дополнительные возможности. Но на этом мы не заканчиваем. В следующем ролике я вам расскажу, а как же делать трансляции в Instagram. И расскажу о запланированных прямых трансляциях, об очень хорошем инструменте, экономившее вам время.